Каждые выходные И кажется, что счастье ждет Где-то там, там, там Хватит сил идти вперед Хоть под ногами тонкий лед Вселенная меня ведет По твоим следам Твоим следам Пусть все вокруг сгорает Я пойду по краю Я хочу быть там, 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 где ты Пусть остынет солнце Мир перевернется Я хочу быть там, 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 где ты Только, только где ты Только, только где ты Все вокруг сгорает Я пойду по краю Я хочу быть там, 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 где ты Пусть все вокруг сгорает Я пойду по краю Я хочу быть там, 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 где ты Пусть остынет солнце Мир перевернется Я хочу быть там, 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 где ты. Только, только где ты. Здесь в студии появится звездная гостья, с которой мы обсудим тему недели и поговорим о ее творчестве. А начнем с обзора самых знаковых событий этой недели. Неделя началась с громкого юбилея. 15 апреля примадонне российского шоу-бизнеса исполнилось 70 лет. Любовь, похожая на стоп. А на следующий день подарки получал актер и телеведущий Иван Ургант. 16 апреля ему исполнился 41 год. На виду, на виду, я тебе по последним рядам пойму. В этот же день поклонницей легендарной группы «Нана» поздравляли с 52-м днем рождения Владимира Асимова. Кружка моя, хорошо гулять нам вместе. 18 апреля 33-летие случилось у экс-солистки группы «Серебро» певицы Елены Темниковой. На следующий день свои 47 лет отметила фронт-леди группы «Рефлекс» Ирина Нельсон. А 20 апреля отмечен важнейшим днем для рэпера Басты. Надеемся, что в свой 39-й день рождения он не остался без внимания своей армии поклонников. Из широко представленного календаря я решила взять за основу разговора в студии юбилей великой певицы Аллы Пугачевой. Алла Борисовна – это не просто легендарная личность, это пример и учитель для многих российских артистов. О своем отношении к «Примадонне» нам расскажет и наша звездная гостья Ирина Дубцова. Разумеется, кроме этого мы поговорим с ней и о многом другом. Не приключайтесь, будет интересно. Дорогие друзья, я сейчас направляюсь на съемку, представившую Елене Север, чтобы сняться в ее замечательной программе. Так что, спасибо. А прежде чем к нам в студию войдет звездные гости, я предлагаю познакомиться с обзором аккаунтов знаменитостей от нашего эксперта и блогера Влада Красавина. И попросить его прокомментировать аккаунты знаменитостей по теме Аллы Пугачевой в моей жизни. Влад, привет! Прежде чем ты начнешь обзор, хочу спросить у тебя. Ты сам как относишься к Алле Борисовне? И доводилось ли тебе ее видеть лично? Лена, привет! Очень рад тебя видеть и с удовольствием отвечу на твой вопрос. Без всяких споров, Алла Борисовна является одним из основополагающих людей в шоу-бизнесе. Она стояла у его истоков, внесла немалый вклад в развитие музыки и лично для меня является отличным примером медийной личности. Ведь на протяжении столь долгого времени всегда находится на лидирующих позициях всех средств массовой информации и, конечно же, на хайпе в социальных сетях. Кстати, мне пару раз удавалось пересететься с Аллой Борисовной и даже пообщаться с ней на тему музыки и шоу-бизнеса. Ну и, конечно, получить дельные советы. Влад, скажи, а ты согласен с мнением, что сфотографироваться с Пугачевой мечтают многие люди? Или, например, блогерское поколение равнодушно к ее персоне? Хороший вопрос. Отвечу, что блогеры не прочь были бы сделать селфи или записать какое-то короткое видео с Аллой Борисовной, но им, в отличие от звезд шоу-бизнеса, это сделать чисто физически сложнее. Они не так часто ходят на тусовки селебов. И, безусловно, среди молодого поколения можно найти тех, кому нравится творчество Аллы Борисовной, что доказывают 2 миллиона подписчиков в ее инстаграме. Но ты можешь сказать, что, например, фото с Примадонной реально увеличивает количество просмотров? В сети ходит такое мнение, что многие звезды или же даже обычные пользователи делают с ней фото, скорее, не для увеличения числа лайков или подписчиков, а для повышения своего статуса и личного престижа. Но при этом и лайков посты с Аллой Борисовной чаще всего собирают больше, чем обычные публикации. Тогда попрошу у тебя обзор на тему. На эту тему можно говорить очень долго, ведь Алла Борисовна сыграла огромную роль в жизни многих людей, в том числе и действующих звезд шоу-бизнеса. Кому-то она проложила тропинку, кому-то давала свои советы, а кто-то просто вдохновлялся ей и ее творчеством. Так или иначе, публикаций в социальных сетях, связанных с Аллой Борисовной, действительно очень много. Начнем, конечно же, с членов ее семьи. Дочки Кристины Арбакайте, детей Гарри и Елизаветы и мужа Максима Галкина, в чьих инстаграмах постоянно появляется Примадонна. У Максима, кстати, самые просматриваемые видео как раз с Аллой Борисовной и их детьми. Практически всегда они достигают двух-трех, а то и четырех миллионов просмотров. Нельзя не упомянуть гостеприимство Примадонны российского шоу-бизнеса. Все знают, что она очень любит собирать друзей по разным поводам и проводить с ними время за званым обедом или ужином. Фотографии с такой рождественской встречи в своем инстаграме поделился Александр Буйнов. Певица Жасмин, актриса Олеся Судзиловская, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие звезды показали в своих социальных сетях встречу весны, организованную Аллой Борисовной и ее семьей. Насколько мне известно, а точнее, как я заметил в публикациях нескольких звезд, Лена, ты также была на этом мероприятии и, уверен, отлично провела время. Валерий Леонти выставил в своем инстаграме вырезку из телепередачи, где Алла Борисовна зажигала под песню исполнителя. Николай Басков запостил совместное фото с Примадонной с концерта Лободы. Игорь Николаев совсем недавно запостил видео из архива, где он много лет назад аккомпанировал Алле Борисовне. Кстати, эта публикация вызвала только восторг и восхищение у многих звезд шоу-биза. Например, у Филиппа Киркорова, который также является близким другом семьи и при случае делает какую-нибудь публикацию о Примадонне. Ну и в конце не могу не упомянуть масштабный сольный концерт Примадонны, который состоялся буквально на днях и собрал среди своих гостей практически всех звезд эстрады и шоу-бизнеса, которые, как и полагается, осветили мероприятия в своих социальных сетях, поздравив звезду с юбилеем. А сейчас к нашему сегодняшнему гостю, прекрасной певице Ирине Дубцовой, которая, кстати, несколько раз исполняла песни Примадонны на разных телепроектах. Аккаунт певицы насчитывает более 1 миллиона 700 тысяч подписчиков. Посты появляются довольно часто, практически каждый день. Ирина активно публикует абсолютно разносторонний контент. Видео с концертов, фото с мероприятий, публикации с семьей, животными и, конечно же, посты с путешествий. Но иногда в аккаунте певицы появляется реклама. Ну и в качестве эксперта скажи, плюсы и минусы аккаунтов Ирины? Знаешь, в принципе, с Инстаграмом Ириной все отлично. Единственное, что бы я мог ей посоветовать, это почаще выкладывать посты и сторис с приколами, которые, я заметил, очень заходят аудитории певицы. Ну и не забывать про прямые эфиры, которые, уверен, очень понравятся ее подписчикам. Да, Влад, спасибо огромное. Это был Влад Красавин, наш обозреватель благосферы и звездных аккаунтов. А сейчас наше шоу продолжится в компании Ирины Дубцовой. И вот на нашем прекрасном белом диване появилась певица Ирина Дубцова. Ирочка, очень рада тебя видеть. Займенно. Ты знаешь, конечно, все знают, что на этой неделе был юбилей у Аллы Борисовны Пугачевой. И это смело можно назвать, конечно, историческим праздником для всей российской истории. Это наш всеобщий праздник. Вот скажи, ты раньше знала всегда, что 15 апреля у нее день рождения? Я достаточно давно об этом знаю, поскольку, естественно, как любой музыкант, да и даже не музыкант, как любая женщина, девушка, я не могу быть и не могла быть равнодушной к творчеству Аллы Борисовны с самого детства. Естественно, как артистка, как певица я училась, подражала, пыталась быть похожей, потому что это эталон. Это эталон и женщины с внутренним стержнем, и, безусловно, женщины-певицы, вокалистки, артистки, актрисы. Удивительно, конечно, не одно поколение, в принципе, да? То есть я думаю, знают дату четко. Алла Борисовна все такая же молодая. Да, да, да. А ты когда впервые видела Аллу, что ты почувствовала? Ой, мы даже лично встречались. Я была очень маленькая, поскольку папа мой музыкант и имел возможность и выступать, и попадать на концерты за кулисы, я имею в виду. Когда артисты приезжали в Волгоград, в мой родной город, в котором я родилась, вот. И я была на концерте и даже, по-моему, умудрилась вылезти на сцену в каком-то совсем бессознатном возрасте. Да, по-моему, даже где-то есть фотографии, я не знаю. Скажи мне, ну, а в каких-то других проектах ты пересекалась с ней, вот уже потом, позже, на концертах? Конечно, конечно. Был момент, когда мы познакомились лично, я уже была артисткой, и коленки тряслись. Коленки тряслись, и есть пару человек в нашем музыкальном мире, при встрече с которыми, с которыми я, естественно, прекрасно знакома, и, в общем-то, я давно уже в таком статусе, что я могу не переживать абсолютно за подобные встречи. Но Алла Борисовна – это тот человек, при котором у меня всегда будут немножко подкашиваться ноги. Мало ли. Ты писала песни многим знаменитостям, это Филипп и Лазарев, Алцу, Гагарин и многим. Валерия, да. А Алла Борисовна это предлагала когда-нибудь, нет? Нет, не предлагала. Не уверена я в том, что вот так можно было бы просто взять и сказать, «Здрасте, Алла Борисовна, вот вам песня». Ну, ты как бы боялась, или у тебя просто материала для нее не было? Потому что, ну, почему нет и нет? Мне кажется, у меня как раз материал очень даже походящий. Да, да, да. Не знаю, не знаю, не могу объяснить. Вот я даже думала неоднократно, мне задавали этот вопрос, я до сих пор не знаю на него ответа. Как-то так не получилось. Я думаю, что все еще впереди этого хотела сказать. Но мне кажется, у меня еще есть достаточно возможности это сделать. Ну, кстати, в проекте «Точь-точ» произошло некоторое такое, вот, скажем, пересечение с Аллой Борисовной, да? Ты пела песню «Мал по малу». Судьба, еще я пела «Прошу» в первом сезоне, когда я... Да, да. Ну, скажи, Алла Борисовна видела, как-то комментировала она или не была? Видела и комментировала, но комментировала и видела первый сезон, когда я участвовала и победила. Кстати, мы вместе с Никитой Пресняковым заняли первое место, разделили первое место. Вот, я делала вот этот вот знаменитый номер «Женщина, которая поет». Когда мне руководство программы и канала сказала о том, что, Ира, ты будешь делать именно этот номер, был день, посвященный Алле Борисовне Пугачевой, скорее всего, это было приурочено как раз к дню рождения, потому что проект шел весной. Я расплакалась, потому что, ну, это неповторимый абсолютно, неповторимый номер, неповторимый образ. И, ну, конечно, мне потрясающе сделали грим. Я как могла. Ну, я девушка поющая, поэтому спеть... В общем-то, для меня было непроблематично. Мне кажется, у меня получилось. И на самом деле, все равно, мне кажется, Алла Борисовна, вот она советует, да, и только тем, кому она небезразлична, вот, как артистам. Потому что, кому она, да, поэтому я думаю, что любой, любой даже комментарий от нее... Это прекрасно. Это всегда и похвала, и критика замечательная. Да, да, да. Я даже по себе знаю, тут у меня тоже был эпизод, когда комментировала Алла Борисовна, так же, мою роль в кино, и для меня это было вот высшая похвала, и, ну, вообще, конечно, очень важно для такого человека что-то услышал. Ир, как ты относишься к критике? Я очень впитывающий в этом смысле человек. Я все вбираю в себя, я не спорю. Ну, ты обижаешься, нет? Я не обижаюсь, я делаю выводы. Я как раз хотела тебе сказать о том, что у нас есть такие критики, которые любят поговорить о наших звездах. Моя на экран. Кто эта тетя с тарелкой на голове? О, это, наверное, хочет стать принцессой. Это певица. Она работает в отеле и подносит что-то кому-то. Она держит тарелку для того, чтобы пошутить. Это ж, наверное, она в другой стране, где еду носит не так, а вот так. Я тоже так делаю книжку, только держу, выхожу по комнате. Явно, что эта тетя не в Москве, она где-то в другом месте. Это не Россия, уже это какая-то Анапа. Так носят африканки, значит, она в Африке. Ну что, угадали они, что ты в Африке, да, где-то была? На Мальдилах. А, на Мальдилах? Что тетя делает? Не понимаю. Пошли на пикник, и она сидит, очищает картошку, ну, чтобы ее потом пожарить на костре. В маске, для того, чтобы не попали микробу в рот. Чтобы не заразиться от картошки. А, наверное, она работает домохозяйкой. Ее, наверное, назначили одержанной по кухне. Поэтому она больная и сидит и чистит. Больная, сидит и чистит. Прокомментирую, что за фотография была? Это фотография, это тур в Белоруссии. У нас был выходной день, и мы с коллективом совсем поехали на шашлыки. Я, как единственная женщина в коллективе, естественно, занималась всем, что не связано с шашлыком. Потому что шашлык, как считается, я, кстати, очень круто делаю шашлык, но мне не доверили. Мне доверили чистить картошку, а в маске я, потому что это самый разгар пыления весеннего. И я в маске, чтобы лишняя пыльца не попадала на... Да, еще под маской у меня фильтры специальные в носу, полная экипировка. А здесь что происходит? Тетя помогает дяде привязать забол. Может, у них улетел мяч. Опоздал на работу, и уже ворота закрыли. Они, наверное, хотят попасть к какой-нибудь известной личности. Они хотят нарушить закон. Мне кажется, что это очень странно, потому что девочка не может выдержать мальчика. Как ему нестигно, женщина же. А, наверное, она просто поменялась, а не телами. Они поменялись телами. Телами. Это мы снимали какую-то программу с Костюшкиным. Ржачную, естественно, даже не скажу смешную. Ржачную программу какую-то снимали. Ну и соответствующую фотку решили сделать. Канон с этой программой. Тяжеловат, Стасик, ты тебе был. Ну, он, конечно же, висел на заборе на своих мощнейших бицепсах, мускулах и так далее. Я только делала вид, что я его держу. Шуточное фото. Но, наверное, эти люди, эти взрослые дяди с тетей решили нарушить закон. Да, да. Или лезут в какой-нибудь знаменитости во двор. Тебе нравится, как тети себя ведут? Камбашка какая-то. Тети балуются. Строят ровы. Они изображают смайликов. Они играют, наверное, кто сделает круче язык. Я не люблю таких девчонок. Они могли себя вести получше. Мне нравится, когда такие прикольные девчонки так себя ведут. Понятно? Это моя подруга на фото. Кстати, известный музыкальный продюсер Анастасия Мухина. Артисты сейчас все поняли. Зрителям она неизвестна, потому что это человек, который за кадром. Вот, действительно, очень серьезный и профессиональный человек. А так ведь не скажешь. А посередине еще одна девочка, Настя, которая работает личной помощницей у Ани Седоковой. Вот, так что мы, в общем-то, все серьезные люди. Ну вот, в душе нам, мы застряли где-то лет около 20, а на этой фотографии все 13. Ну так тоже надо, все время серьезным лицом ходить. Да, детям это и близко. Дети потрясающие, конечно. Ну, короче, в следующий раз, когда ты будешь фотографироваться, знаешь, что за тобой следят жесткие критики. Критики невероятно милые. Просто невероятно милые. А наш проект носит не только развлекательный характер, но и занимается благотворительностью. Мы рассказываем о больных детках, которым нужна наша с вами помощь. Этот мир бывает жестоко несправедлив, но только в наших с вами силах сделать его лучше. Богдан очень активный малыш. К сожалению, пока он еще не догнал сверстников по физическому развитию. Но его прогресс заметен и маме, и врачам. К году он весил около 7 килограммов. Хотя родился с крошечным весом всего 580 граммов. Как и у большинства недоношенных детей, у него диагностировали бронхолегочную дисплазию. К сожалению, не все дети появляются на свет в заложенные природой сроки. А преждевременные роды могут иметь осложнение для здоровья ребенка. Среди всех патологий особенно часто встречаются проблемы с дыханием. Их диагностируют у 30-80% таких младенцев. Так было и с Богданом Канаевым, которого сразу подключили к системе искусственной вентиляции легких. Это, конечно, непередаваемое ощущение. В этот период, конечно, только молиться. И молиться, и надеяться. Когда приходишь в реанимацию, ощущаешь этот запах, и малыш твой лежит. Это непередаваемое ощущение. Обещаний Алие медики не давали. Три месяца врачи реанимации боролись за жизнь Богдана. Пока не появилась надежда на то, что он со временем сможет самостоятельно дышать. Но до полного восстановления еще требовалось время и забота родных людей. Чтобы забрать ребенка из больницы и продолжить лечение дома, требовалась вспомогательная медицинская техника, кислородный концентратор и пульсоксиметр. Без них малыш не смог бы выжить. Ты и так боишься. И где этот брат не знаешь аппарат, куда обращаться. Мы не в силах покупать такие вот аппараты. Но нашлись добрые люди, которые сумели помочь Алие и привезли ей кислородный аппарат и пульсоксиметр. Мама не находит слов благодарности людям, которые помогли ей получить безвозмездное пользование кислородный концентратор и пульсоксиметр. Если бы не эта аппаратура, ее Богдана врачи не смогли бы выписать домой. Еще несколько месяцев Богдану помогала дышать эта техника. А потом постепенно его организм справился с бронхолегочной дисплазией. Врачи считают, что Богдан практически здоров. И это заслуга врачей, его мамы и, конечно, вспомогательной техники. Ведь статистика смертности из-за проблем с дыханием среди малышей, родившихся с предельно низкой массой тела, еще очень велика. Она доходит до 20% в первый год жизни. Если мы возьмем детей с экстремально низкой массой тела, то есть это меньше, чем килограмм, то есть это меньше 600-500 грамм. Эти дети имеют очень высокий показатель смертности от дыхательных нарушений, ну и, соответственно, от отражения нервной системы. Наш телеканал организовал сбор средств для покупки кислородных аппаратов и пульсоксиметров. Всех неравнодушных телезрителей просим оказать посильную помощь. Для этого вам нужно отправить смс на номер 3434 с текстом «Кислород пробел сумма пожертвования». Например, «Кислород пробел 300». И обратите внимание, что потребуется смс-подтверждение платежа. Помогите, сколько сможете. Пусть это будет небольшая сумма, но это будет от души, и люди смогут купить этот аппарат. Спасибо всем, кто помогает детям. А я напомню, что вы смотрите Север-шоу, и у меня в гостях сегодня певица Ирина Дубцова. И расскажи мне, ты любишь кино? Конечно. Кино я смотрю дома, благо сейчас есть возможность в прекрасном качестве смотреть фильмы. Я абсолютно противник пиратской вот этой всей истории. Я всегда дожидаюсь выхода, официального выхода фильма, чтобы посмотреть в красивом виде, в качестве, в шикарном. На большом телевизоре, дома, с хорошим звуком. Для меня это событие. То есть у меня есть возможность дома посмотреть фильм, который я хотела посмотреть. Я прям жду выхода, я слежу за новинками. Причем кино люблю совершенно разное. Это может быть развлекательный какой-то формат, может быть какое-то тяжелое кино, драма, или даже арт-хаус иногда заходит. Неплохо. Юрочка, я не просто так с тобой начала говорить про кино, потому что у нас есть традиционная рубрика. И к тебе на этот диванчик присядет сейчас наш эксперт по кино, Константин Михайлов. Костя, заходи. Привет, привет. Привет, рада тебя видеть. Ты сегодня какой нарядный прям. Ты специально так хотелось приветствовать его? Слушай, ну на встречу с прекрасным идешь, только в... Вообще он так никогда не видел. Да, не в дранах джинсами. Чуть соответствовать я хочу. Вот там великолепие, которое творится в этой студии каждый выходной. Итак, что примерил кинопрокат на этой неделе? Смотри, начнем с боевикастой, приключенческой комедии Романа Прыгунова. Мы знаем этого молодого режиссера. По нескольким таким задорным российским фильмам, авантюрам, комедиям. Ну и Духлеса он тоже снял, по-моему, Рома Прыгунов. Ну и папа его знаем, естественно. А мы с ним, кстати, на Мосфильме работали. Он работал в декораторском цехе со Славой Разбегаемым. Они вдвоем там таскали декорации. А я таскал вот рельсы вот такие же, по которым у вас ездит камера. И я был ассистентом оператора по съемочной технике. Ну, готовил себя к режиссуре. Рома тоже. Рома снимает. Я здесь, что тоже неплохо. Итак, драма. Комедийная. Романа Прыгунова, которая называется «Миллиард». Про банкира, который делает все, чтобы его миллиард не достался. Его незаконно рожденным детям. Ну, то есть вот тоже странный термин. Незаконно рожденный. То есть не то, что они вне закона. Да, незаконно рожденный. И все бы хорошо. Так бы он и отлынивал бы от своих отцовских обязанностей. И скрывал бы свои денежки. И не давал бы их сыновьям. Но тут злая женушка взяла и решила отжать у него все деньги вообще. То есть от слова «все». Вообще. Весь миллиард. Да. Весь миллиард. Молодец какая. И штука в том, что у него есть расписка, по которой эти деньги все-таки его, а не ее. Но эта расписка лежит в банке в Монте-Карло. Банк его же. Но уже не его. Потому что она у него все отжала. Мужчины снимал, не хотят они давать женщинам деньги. Понятно все. Что он может сделать? Только одно. Он может ограбить собственный банк. В главных ролях там Владимир Машков. Да. Сам банкир. О-о-о. Конечно. Саша Бортич тоже очень неплоха. Маша Миронова, Гриша Калинин, Даня Спиваковский и еще пара молодых, замечательных российских актеров. По всем приметам фильм должен быть нескучным для самого широкого круга зрителей смотреть всем. Опасность лишь одна. Может быть, тупой конец. А может и не быть. Один выход пойти посмотреть, проверить. Я был миллиардером до вчерашнего дня, когда появились две новости. Плохая. У меня теперь нет денег. По документам все банки принадлежали моему отцу. Ты войны хочешь? Война значит война. И очень плохая. У меня теперь есть семья. Ты уверен, что ты мой сын? 99,9%. Беда. Поскольку вы все мои дети, с этой минуты у вас будет одна цепь. Вернуть наши бабки. Во Франции в одном сейфе лежит расписка, по которой все имущество принадлежит мне. Если расписка у нас, все. Это уже не ограбление. У меня только один вопрос. Мы как попадем в банк? Это был мой банк, сынок. Фильм «Кот красный». Драма, мелодрама, биографический фильм, кстати. Биография шпионки. Производство Великобритании. The London is the capital of the Great Britain. Молодец. Фильм основан на реальных событиях, но от этого он, как ни странно, только выигрывает. Дико интересное кино. Должно быть захватывающей историей русской шпионки в Англии, которая предотвратила Третью мировую войну. И о ее подвиге стало известно только после рассекречивания засекреченных до нельзя файлов. Героиней в наши дни играет великолепная Джуди Денч. Ой, обожаю ее. Сама была МИ-6, Джеймс Бонн. Да, да, да. Это самое. А роль молодой шпионки сыграла британка Софи Куксон, которую мы помним по роли юной суперагентшей секретной службы Кинесмон. Фильм «Кот красный» не только про шпионские страсти, но еще про любовь. Так что можно идти вдвоем. Первая атомная бомба сброшена на японский город Киросиму. Как это связано со мной? Вы ключ. Мы должны сообщить России. Сомневаюсь. Но мы же союзники. Я совсем тебя не знаю. Я твоя мать. Если мир должен погибнуть, чтобы ты спасла. Тебе решать, Джуан. Ты хоть когда-то говорила мне правду. Я боролась за всех людей. Я любила свою страну. У нас мало времени. Сердцем решай, а не головой. Ты не представляешь, как ты важна. И, наконец, комедийная драма «За кулисами» с Пашей Деревянкой и Юрием Стояновым в главных ролях. В фильме снят по схеме реальной любви. «Лавэкшели», то есть там несколько новелл, которые связаны лишь одной темой. «За кулисье» – это театр и съемочная площадка. Там про то, как режиссер театральный в исполнении Стоянова пытается выкручиваться всеми правдами и неправдами в условиях очень дефицитного бюджета. Там история про то, как клакер, нанятый человек, который кричит «Браво», в зрительном зале вдруг обнаруживает свою первую любовь и пытается с ней замутить снова. Но из этого ничего хорошего не выходит. Все мы вообще видим только результаты. Чтобы заглянуть за кулисы процесса, то вот это, возможно, будет очень интересно. Эффект замочной скважины. Да-да-да, точно. Каждую историю снимал отдельный режиссер. Если даже какая-то новелла просядет, другая, возможно, компенсирует своим качеством. Поэтому надо просто пойти и проверить. Гениально! Но не туда. Там «Игры престолов» люди толпами у телевизора ждут. А у нас тетка у гладильной доски требует. Себе называй, с колью. Саша, что это было? Мне придется написать докладную. Я что-то не понял. Ты чего развыступался? Да не знаю. Ипотеку закрыл. Браво! Вот Антон Павлович стоит, да? Здравствуйте, Дихарин. Ты что, в *** что ли? Люда! Мы платим за крики. Браво. Чудеса нас не волнует. Служу искусству. Не забывай меня! Ну и, пользуясь случаем, Лена, могу я? Да, конечно, конечно, да, обязательно. Ира, хотелось бы поговорить о твоем романе с кино. Я знаю, что у тебя было пару фильмов. Не случившемся. Даже не случившемся. Нет, у тебя же были, я помню, опыт работы с Дмитрием Нагиевым. Да, ну это короткометражные, да, 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 о прапорщике задове. Кстати, очень весело и легко прошли съемки. Мы быстренько с Димой переписали текст, пока грим, пока готовили съемочную площадку. Интересный факт. В этот момент, на данный момент моему сыну 13 лет, в тот момент я на седьмом, по-моему, месяце беременности на съемках. И вот это все прикрывали одеждой, потому что играла я 17-летнюю девушку не очень тяжелого поведения по имени Вика. Да, и мне кажется, что что-то в этом есть. Мы снимали в Санкт-Петербурге, и по дороге на съемку я переживала так, мне кажется, я никогда так не переживала ни за что. Как вот за эту небольшую роль в комедийном, абсолютно развлекательном кино. А оказалось, все гораздо проще, чем я думала. Ты переживала почему? Я переживала, что я не актриса, что у меня нет специального образования. Я переживала, что, может быть, я на сцене, на которой я всю жизнь, на музыкальной сцене, для меня это привычно, и я себя чувствую абсолютно раскованно. Но мне казалось, что мне не получится. Как только я оказывалась в кадре, и говорили мотор, я становилась этой Викой, в общем-то, и забывала про живот, и каким-то образом и на экране. Мне кажется, у меня получилось. А скажи, после этого тебе не предлагали, или ты просто отказывалась? Если суждено, то, наверное, когда-нибудь я, может быть, сыграю что-то в кино. Ну, ты бы выбрала все-таки драматическую или комедию? Не знаю, мне кажется, что-то смешное должно быть. Ну, скажи, подожди, а с другой стороны, может, и нет. Мне кажется, историческая какая-то роль может быть, императрица, либо фаворит. Да, 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 да. Чувствуете мой внутренний стержень? Кстати, да, между прочим, я поддерживаю, да, Костя, однозначно. Ну, вдруг, может быть, когда-нибудь такое произойдет. Скажи мне, а саундтреки были у тебя? Да, были саундтреки к сериалам. Ты специально писала по заказу, или они выбирали твою песню? Нет, это была готовая песня. Это был такой сериал на одном из центральных каналов. Назывался «Шальной ангел», по-моему, достаточно давно. Там была песня про Пади, которая никогда широко не освещалась на радиостанциях и на телевидении. Вот она, но была всегда любима, кстати, моими поклонниками. Она просто альбомная такая, проходящая, как у нас это называется, песня. Хотя мы же почему-то очень многие песни становятся хитами после того, как становятся саундтреком. И после этого, конечно, начинают. Да, и вот, да, и как выяснилось, народ ее знает именно по этому фильму. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Константин. Давай, да. Спасибо, всего доброго. Счастливо. Вы смотрите «Севершоу», и у меня в гостях певица Ирина Дубцова. Ира, я тут вычитала интересный факт. У твоего барабанщика есть ритуал. Перед концертом он подходит к тебе и спрашивает, как ты себя чувствуешь. Да, плохо. И когда слышит ответ «плохо» ты отвечаешь. Я говорю «плохо», потому что я всегда очень нервничаю перед концертом. У меня случается полупаническая атака, и это происходит со мной всю мою жизнь. Вот, он говорит, ну, значит, все хорошо, поехали. Хочется поговорить, все время обсуждаю обязательно последнюю работу, видеоработу, клипы. Вот одна из последних твоя, как я знаю, на песню «Факт». Да. Это последняя как раз твоя работа, правильно? Полгода назад. Но он такой, я могу сказать, что я посмотрела его не без интереса. И да, он такой прям, не знаю, для меня необычный, потому что он снят в цвете, но при этом он как монохромным смотрится, да? То есть там черный, белый. Такая задача и стояла. Такая задача. Это ты придумала? Да, это была полностью моя идея, которую мне помогли воплотить талантливые ребята. Вот, но сценарий, задумка, режиссура практически вся была моя. Скажи мне, о чем музыку ты слушаешь? То есть какую музыку, с учетом, что мы сейчас на русском телеканале, то есть вот каких певцов из русских? Ой, у меня вот достаточно большой плейлист, состоящий из наших исполнителей, не знаю, на более чем на 50%. Да, это факт. И факт мой там тоже есть. Да, да, да. Очень разные, очень разные артисты. Это независимо, поют они твои песни. И чтобы никого не обидеть, не выделить, абсолютно независимо. Чтобы никого не обидеть или наоборот не выделить случайно и тем самым обидеть еще кого-нибудь, я не буду называть этих людей, но поверь мне. Знаешь, ну это приятно, да, я удивлена, потому что очень многие мне говорят, что ой, мы слушаем западную, мы вам очень мало можем назвать. Нет, нет, у меня очень много, действительно, я потом не в кадре покажу, мне быть голословной. Мне кажется, потому что мы все-таки больше мелодисты. Да, я действительно люблю, очень многие мне нравятся. И, конечно, я не очень разделяю всеобщий ажиотаж сейчас к новой вот этой музыке, в которой непонятные слова. В которой только есть бит, да, наверное? Да, в которой есть только бит, я вообще это не называю музыкой, не хочу, опять же, никого обидеть, поэтому не буду переходить на личности. Просто скажу, что для меня это не музыка, это некий музыкальный развлекательный формат. То есть я не могу назвать эти произведения песнями. Ну, поэтому они долго не живут. Да, наверное, это вот такая сейчас, ну, модное какое-то, модное направление какое-то, да, которое где-то около музыки. Вот так. Я, как дочка джазового музыканта, все-таки приверженец мелодизма, гармонии. Я уже молчу про стихи, которые все больше и больше тексты, нежели стихи. Ну, это мое мнение. Нет, ну, и ты имеешь право как композитор и как автор, как поэт, безусловно, конечно. Ну, а сейчас у нас есть возможность узнать у авторитетного диджея, какую музыку любят слушать слушатели русского радио. Спросим у Аллы. У Аллы Довлатовой. Алла, как слышно, как видно, прием. Леночка, приветствую тебя. О, я счастлива видеть твою гостю. Давно не видели. Сира, привет. Алла, расскажи нам, кто из исполнителей на этой неделе чаще всего доставился твоего диджейского внимания? У аудитории русского радио в чести все талантливые исполнители, которые поют на русском языке. Но я бы хотела отметить талантливую молодую группу, которая пока не звучит на русском радио, но активный клип крутится на РУ-ТВ. Это группа «Раса» с песней «Диор». Аллочка, по логике я должна была спросить, какая песня Ирины тебе нравится больше всего? Но подумала, что могу еще и спросить, какая из написанных Ирины песни тебе больше всего нравится? Ну, во-первых, мне нравятся Ирины песни. Песня «Факт», песня о нем. Мне кажется, вообще, кто ее только не перепевал, самая популярная песня в караоке была. Песня, лирическая песня, которую исполнила Аня Лорак «Без тебя». Ира, и, конечно, твой дуэт с Полиной Гагариной. Кому зачем? Аллочка, спасибо огромное, мне безумно приятно. Жду, когда приду к тебе в шоу. Алла, мы сегодня в эфире говорили про Аллу Пугачеву в связи с ее прошедшим юбилеем. Скажи, ты знакома с Аллой Борисовной или когда-то, может быть, видела с ней? Я не могу сказать, что знакома лично, потому что действительно мы виделись, я там делала какой-то маленький репортаж, где-то мы пересекались на каких-то концертах, выступлениях. Конечно же, я всегда подходила к ней, говорила о том, насколько она велика и прекрасна, и как я ее люблю. Я считаю, что нужно человеку говорить не только в день рождения и вообще, безотносительно всего, говорить какие-то добрые, хорошие слова. Потому что, когда любой, даже великий, гений, мэтр вдруг встречается с человеком, который подходит и говорит, спасибо вам большое, я вам очень благодарен. Вы сделали очень многое, вы действительно прекрасны, и спасибо за то, что вы есть в моей жизни и в жизни миллионных людей. Мне кажется, что в этот момент любой человек, ему становится теплее на душе, а мы же все люди, по большому счету одинаковые, у нас могут быть какие-то неурядицы, проблемы. И если вдруг у этого человека было с утра испорчено настроение, то вот такой маленький посыл доброты и любви обязательно его согреет. Аллочка, у тебя традиционно есть возможность задать свой вопрос нашей гости. Ир, ну ты правда всем вот нашим ярким звездам эстрады пишешь свои песни, и эти все песни по-разному талантливые и очень классные. У тебя подрастает сын, уже взрослый парень, красавец. Скажи, пожалуйста, не было такого, чтобы он тебе пришел и сказал, мам, я тоже хочу быть звездой, напиши мне какую-нибудь песню? О нет, Артем совершенно не хочет быть артистом, абсолютно. Ему немножечко интересует кино, немножечко он так, вот. Но он скорее компьютерщик и на сцену его не тянет. А песни мои критикует, критикует справедливо порой, ну с точки зрения молодежи, да, потому что у Артема тоже очень разнообразный плейлист, состоящий и из наших, и из зарубежных исполнителей. И, кстати, по поводу моей модности или старомодности в каких-то песнях, это касается моего звукоизвлечения, интонации каких-то аранжировок и так далее, он тоже дает мне советы. И эти советы, это советы, к которым я прислушиваюсь, потому что он действительно голос молодежи, молодежи, молодежи сейчас живущей интернетом и слушающей музыку, которая зачастую популярна в интернете и не крутится на радио. Вот, поэтому я уже прислушиваюсь, да, к своему взрослому сыну-подростку. Очень здорово, какой у тебя эксперт дома есть, да, молодой. Класс. Аллочка, спасибо огромное, будем на связи. Удачи, хорошего настроения, я вас люблю. Ир, ну я надеюсь, что ты на нашем шоу чувствовала себя комфортно. Да. И зрители нашего канала смогли насладиться твоим присутствием. И я тебе предлагаю сказать пару слов на прощание нашим зрителям. Ну, во-первых, я еще раз с огромным удовольствием поздравляю Аллу Борисовну Пугачеву с праздником, с днем рождения. И всем нашим девушкам, женщинам и девочкам, которые нас сейчас смотрят, я желаю, чтобы эта весна, которая уже начала вторую свою часть, продлилась в вашей душе как можно дольше. Много-много-много лет. Пусть у вас, дорогие дамы, всегда в душе будет весна. А мне тоже пора прощаться. Думаю, что вы не скучно провели время у экранов своих телевизоров. Увидимся через неделю. Меня зовут Елена Север. И на прощание, как и обещала, для вас снова поет Влад Топалов. До встречи! Ты улетела, я снова в эфире. Как же тебя мне утихомирить? Ты задержалась лишь в моем мире. Яркое солнце светит все шире. Мы не успели нацеловаться, взгляды опять, но не удержаться. Знаешь, меня не привык я сдаваться. Будешь моей лет через двадцать. Знай мне все равно, орел или решка. Люди города, жизнь вечная спешка. У меня до тебя есть новые планы. Я тебе все звезды с неба достану. Я тебе все звезды с неба достану. Субтитры подогнал «Симон»!